Всем привет, с вами Мисс Райт и сегодня мы продолжаем рубрику Дорамы с мемберами Эксо. Погнали! Таинственная девятка В 1903 году японцами была совершена экспедиция в шахталерам с китайским городом Чанша. Но не прошло и трех месяцев, как они спешно покинули это место, потеряв более половины своих людей. В 1933 году на вокзал Чанша приходит странный поезд, заполненный мертвецами и гробами из древних захоронений. Археолог Джан Ци Чаня Фойе вместе с друзьями Юэ Хуном Элье и Цизуе Бае проникают в шахту, обнаружив загадочную древнюю гробницу. После испытанных опасностей они обнаружили японский заговор, целью которого является убийство жителей города Чанша. Муж на 100 дней Наследный принц Чосона загадочным образом исчезает и возвращается во дворец спустя 100 дней. Что же происходит с ним за это время? На наследного принца Ли Юля было совершено покушение, в результате чего он сорвался с обрыва и потерял память. Он вынужден жить как простой человек под именем Бондык и, чтобы положить конец продолжительной засухе, оказывается связанным нежелательным браком с Хон Сим, самой старшей из незамужних женщин в деревне. Чоко Банк Пропавшая девятка Это, пожалуй, одна из моих любимых дарам. В результате авиакатастрофы группа людей попадает на необитаемый остров. Оторванные от мира, они пытаются выжить в дикой природе и преодолеть все невзгоды. Чудо, которое мы встретили Главный герой – примерный семьянин. Неожиданно он попадает в аварию и необъяснимым образом оказывается в теле другого мужчины, который тоже попал в аварию в одно с ним время. Более того, у этого человека точно такое же имя и дата рождения. Главный герой вынужден стать главой нового семейства. Как же вернуть все на свои места? Привет, монстр! История о паре детективов, которые борются не только с преступностью, но и друг с другом. Детектив-самоучка Лихион в детстве потерял родителей и младшего брата. Его напарником становится Ча Джиан. Хрупкая, на первый взгляд, девушка вступила в ряды полиции, чтобы раскрыть тайны из прошлого. Этим открывается история. Но здесь ли ее начало? Весна пришла. Лихий Джи Вон – кинооператор из Южной Кореи. Однажды молодой человек встречает Кисигава Наока. Девушке 31 год, она одинока и работает продавцом женского белья в одном крупном ТЦ. Молодые люди буквально с первого взгляда влюбились друг к другу, но семья Наока против Джи Вона, из-за чего вскоре внутри семьи возникают трещины и выходят наружу тайны, которые члены семьи скрывали друг от друга. И на фоне всего этого грустная история любви Джи Вона и Наока. Золотые глаза После несчастного случая с работником ломбарда, его глаза мутируют и его жизнь сильно меняется. Как пожеваешь хлеб Небогодалом талантливый кондитер Хандуу не имеет равных в себе в мире выпечки. Как гласит легенда, если вам посчастливилось попробовать десерт в кондитерской Хандуу, ваше желание обязательно сбудется. Обладая подобной репутацией, мистическая кондитерская вскоре привлекает внимание всех жителей города. Когда шумиха вокруг кондитерской привлечет внимание СМИ, лишь вопрос времени. Сценарист трейтингового шоу ТОП «Три Бэггери Кингс», но Мире, полна решимости сделать Доу его участником. Есть только одна проблема. Доу не хочет иметь ничего общего ни с ней, ни с ее шоу. Рискуя потерять работу, Мире пробует любые способы, чтобы заполучить Доу. Проникнув в кондитерскую, отчаянная Мире приводит к неожиданному овороту. От попыток уговорить Доу, ее собственное сердце начинает трепетать. Сможет ли время, проведенное в мистической кондитерской, в конечном итоге стать начало новой. А на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик. С вами была Мисс Райк. Аняон!